Сегодня в Москве опростились с основателем правозащитного общества «Мемориал» Арсением Рогинским. Он умер 18 декабря в Израиле. «Мемориал» существует с конца 80-х годов и занимается в том числе исследованием политических репрессий в Советском Союзе и современной России. В «Мемориал» обращаются родственники для того, чтобы узнать правду о судьбе политических заключенных, выяснить, как, где и за что были арестованы и расстреляны их близкие. В архиве организации данные почти о трех миллионах репрессированных в сталинские годы. А всего в СССР от политических преследований пострадали 12 миллионов человек. В октябре «Мемориал» в очередной раз стал иностранным агентом. Историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество в список НКО иноагентов включил Минюст России. По словам соратников, Рогинский очень из-за этого переживал. Подробнее о «Мемориале» и его основателе расскажет наш коллега Константин Рожков. В этом сквере в центре Москвы принято вспоминать жертв репрессии. Каждый год возле Соловецкого камня собираются тысячи людей, выстаивают долгую очередь к микрофону. И все ради того, чтобы назвать вслух имена и фамилии тех, кто без вины пострадал от государственного террора. Розенплат Фальк Борисович, 46 лет, управляющий московским трамвайным трестом. Понятно, почему был выбран именно этот камень. Его взяли с Соловецкого острова в Белом море, где в 20-е и 30-е находился советский исправительный лагерь. Но и само место для него в столице подобрали не случайно. Гранитный валун, напоминающий о репрессиях, поставили прямо напротив знаменитого здания на Лубянской площади, где в свое время находилась НКВД, а позе КГБ, органы, которые в СССР отвечали в том числе и за политический сыск. Конечно же, появление такого памятника в октябре 1990 года, когда формально еще Союз не распался, а с Лубянской площади не убрали статую Феликса Держинскому, основателю органов госбезопасности Советского Союза, это было не просто вызовом старой системе. Это стало одним из символов смены эпох. На постаменте высечено. Этот камень доставлен обществом мемориал. В конце 80-х, начале 90-х это название уже было на слуху. Особенно среди тех, кто интересовался другой историей СССР. Это был один шкаф. Ну, например, вот такой вот книжный шкаф. Директор библиотеки мемориала Борис Беленкин показывает полки, уставленные сотнями томов с книгами памяти. В них собраны данные о тех, кто был расстрелян или отправлен в лагерь по ложным доносам или политическим статьям. Создание техник поначалу подпольного. И началась история первой в стране неполитической общественной организации. Люди только тогда стали в те годы узнавать правду, историческую правду, о недавнем советском прошлом, но в первую очередь, конечно, об истории репрессии. В результате перемен, случившихся в перестройку, стало возможно не только говорить на тему репрессии в СССР, но и собирать доказательства. Люди понесли в мемориал всё, что десятилетиями стеснялись показывать чужим. Например, лагерные письма, которые, в общем-то, старались не показывать посторонним, которые старались хранить в отдалении, о которых часто не рассказывали детям, и уж тем более внукам. В архиве, которым заведует Алена Козлова, сотни пронумерованных коробок, внутри которых, как она объясняет, свидетельства массовых репрессий. Их подсчётом мемориал занимается дольше и, пожалуй, скрупулёзнее остальных. Сейчас она содержит чуть больше трёх миллионов. А это значит, что цифра, которая была бы правильной, это миллионов 12. Большую роль в этом сыграл и лично Арсений Рогинский. Он ведь и сам был зэком. В 81-м его на 4 года отправили на зону за подделку читательского билета. Хотя, скорее, срок дали за подпольную публикацию исследований о репрессиях в СССР. Ирина Щербакова, которая показала нам кабинет покойного руководителя, вспоминает, что от одной лагерной привычки Рогинский так до конца жизни не избавился. В последнее время просто закуривал, так сказать, от следующей сигареты. И поэтому здесь вечно ещё было открыто окно. Но вот на чём сходятся все его бывшие коллеги. Лагерная жизнь, на удивление, нисколько не ожесточила Рогинского. Он так и остался в первую очередь историком и правозащитником. Он относится к тем не очень многим людям, кого этот ужасный опыт нисколько не озлобил. Вот он был абсолютно открыт к людям и редко встречается такой вот искренний интерес к чужим проблемам. В отличие от времён перестройки и начала 90-х, сейчас не всё, что мемориал делает, в России вызывает однозначное одобрение. Так, например, не всем понравилась акция «Последний адрес». Нашлись те, кто стал возражать. Уж лучше вешать памятные таблички с именами тех, кто погиб на войне, а не в лагерях. Впрочем, именно с противодействием мемориал столкнулся позже, когда его международное и правозащитное отделение попали в список иностранных агентов. Ваш жизнь! Ваш жизнь! Ваш жизнь! Досталось организаторам исторического конкурса для школьников «Человек в истории». Активисты агрессивно-патриотических организаций стали устраивать пикеты и даже прыскать в лицо непонятные жидкости. Зачем вы сюда идёте? Зачем вы идёте? Постой! Постой! Школы стали неохотно отпускать детей на конкурс, который проводит иностранный агент. Под разными предлогами уговаривали, я бы сказала, даже угрожали, давили, чтобы они не ехали в Москву. С другой стороны, государство всё-таки воплотило давнюю мечту Арсения Рогинского. В 2017-м в Москве открыли масштабный мемориал жертвам политических репрессий. Стена скорби скульптора Георгия Франгуляна. На открытие пришла политическая верхушка. Мэр столицы, патриарх РПЦ и президент. Как считают в Совете по правам человека при главе государства, в этом большая заслуга и бывшего главы мемориала. То, что это событие состоялось, в этом огромная заслуга Арсения Борисовича Рогинского и мемориала в целом. Без мемориала ничего бы этого не было. Без Рогинского ничего бы этого не было. Стену скорби открыли 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. Это еще одна дата, которой Россия обязана обществу-мемориал и лично Арсению Рогинскому. Константин Рожков, Марьяна Минскер, Радмир Бакаев, Анна Семенова и Вадим Бразголь. РТВ